Я Бугаевский Владимир, я работаю в поиске в отделе рекомендаций. Я закончил в МКМГУ, и я также выпускник техносферы, поэтому, возможно, у вас будет много разных вопросов, не относящихся именно к нашему курсу. Вот. На этом курсе я буду читать вам лекции, в основном связанные с языком Python, какие-то углубленные конструкции и так далее, а Константин вам больше будет рассказывать про анализы данных. Сегодня у нас будет лекция по библиотеке NumPy и немного по библиотеке SciPy. Это библиотеки для математических вычислений. Почему мы начинаем второе занятие с библиотек? Это связано с тем, что у вас есть параллельный курс по машинному обучению, и там вам эти библиотеки очень сильно понадобятся. Давайте тогда начинать. Начнем с того, что просто импортируем библиотеку, одну и вторую. Как я уже сказал, NumPy — это библиотека для векторизованных вычислений. Она написана на C, и это ее самый главный плюс, потому что, как мы все знаем, Python достаточно медленный, а C гораздо быстрее. Давайте это продемонстрируем. Создадим список из одного миллиона элементов и попробуем поэлементно его возвести в квадрат. И то же самое на языке NumPy. И посмотрим, сколько это будет в целом работать. Мы видим, что почти в 30 раз библиотека быстрее, потому что она написана на сях. Самое медленное место в Python — это циклы. Так что если ваша программа содержит какой-то небольшой участок кода, в котором есть ложные циклы, например, их два, и этот кусочек кода вызывается часто, вы можете поставить крест на производительность вашей программы, потому что она будет работать целую вечность. Нужно будет что-то придумать, использовать какие-то библиотеки и так далее. Тот же похожий пример. Создадим массив двумерный из тысячи строк и тысячи столбцов и поэлементно его умножим на два. И тот же самый вариант с библиотекой NumPy. Подождем, пока посчитается. TimeIt — это специальная магическая функция для Юпитер ноутбука. Она выполняет ячейку несколько раз и выводит вам усредненное время. Первая, вот эта ячейка 8, выполнилась 10 раз, и мы видим, что она выполнена в среднем за 172 миллисекунды. NumPy гораздо быстрее. Гораздо. Прямо в разы. Надеюсь, я примерно на пальцах вам объяснил, зачем нужно использовать библиотеку NumPy. Теперь давайте перейдем к основам вообще, как ей пользоваться. NumPy оперирует массивами, и давайте обсудим, как их создавать. Самый распространенный способ для создания массивов — это создавать их из списка. Вы в функцию np.aray передаете ваш список и получаете нужный вам массив. У np.aray есть несколько аргументов. В частности, есть аргумент dtype, в котором вы можете явно указать тот тип данных, который вы хотите использовать. Например, я хочу использовать float64 или double в терминах C++. Вот у меня теперь число с плавающей точкой появилась. Вот здесь дополнительная точка. Можно создавать двумерные массивы. Для этого вам нужно подать на вход, соответственно, двумерный список или список вложенных списков. Очевидно, что вложенные списки должны иметь одинаковую длину. Это ваша ответственность. Если это будет не так, то вы получите исключение. Также в тип можно передавать питоновские типы, int, float и так далее. И numpy их сам приведет к нужному своему внутреннему типу. У массивов есть несколько атрибутов. Есть атрибут shape, который говорит вам о том, какая размерность у вашего массива. У меня двумерный массив 2 на 5. Есть еще атрибут endim, который говорит, сколько у вас размерностей. В данном примере их всего лишь две. Есть еще атрибут dtype, который возвращает вам тип тех данных, которые хранятся внутри массива. В данном примере float64. Ваш массив вы можете сконвертировать, привести к другому типу. Например, я хочу привести массив, который внутри себя хранит числа с паучей точкой, к типу int. Для этого я вызываю метод stype и указываю тот тип, который я хочу получить. Получил массив из int. Тут вроде было все просто, поэтому давайте сразу поедем дальше к размерности массивов. Для начала нужно понять, как вообще многомерные массивы хранятся внутри библиотеки, внутри C++. Массивы хранятся как единый большой кусок данных, последовательно. Поэтому изменение размерности приводит просто к тому, что вы переоставляете указатели, где у вас начинается новая строка. Ну, или новый столбец. В зависимости от того, как вам это удобно, но по умолчанию, соответственно, где начинается новая строка. У numpy объектов есть три атрибута. Атрибут dtype, который, как мы уже обсудили, хранит тип данных, которые внутри хранятся, внутри массива. Атрибут shape, который говорит вам о том, какая размерность у вашего массива. Есть еще атрибут strides. Мы о нем поговорим дальше чуть-чуть подробнее. Strides нам показывает, насколько байтов нам нужно отступить, чтобы перейти к следующему элементу, например, в строке или в столбце. Сразу к примеру. У нас есть массив A двумерный, и внутри хранятся число с плавающей точки, float64. Напомним, что его размер — это 8 байт, а размерность такого массива — 2 на 5. Тогда атрибут strides выглядит следующим образом. Что он нам говорит? Допустим, мы находимся в единичке и хотим получить следующий элемент в строке. Для этого нам нужно считать, собственно, один элемент. Размеры этого элемента — 8 байт. Собственно, эти 8 байт мы и считываем. Чтобы перейти к следующему элементу в столбце, нам нужно считать всю строку. То есть 5 элементов, 5 на 8 — 40. Вот это число. Так как у нас массив весь хранится как единый кусок памяти, то операция по изменению его формы, она почти бесплатная. Вам нужно просто изменить параметр shape, атрибут shape и параметр strides. Как изменить форму массива? Есть специальный метод reshape, в котором вы говорите, какой размерности должен быть ваш новый массив. В моем случае я хочу, чтобы в нем было 5 строк и 2 столбца. Видим, что атрибут shape у нас поменялся, и атрибут strides тоже поменялся. Теперь для того, чтобы... По-прежнему, чтобы перейти к следующему элементу в строке, нам нужно считать всего лишь один элемент, то есть 8 байт. А чтобы перейти к следующему элементу в столбце, нам нужно считать всю строку, то есть 2 элемента 2 на 8 — 16. Да. Так, reshape может работать уже с каким-то заполненным массивом? Да, конечно. А если... Ну, если у нас было там массиве 20, например, по результате reshape мы как сделали два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. То есть вы не можете его сделать к двум на три, вы делаете только к той размерности, которая, ну, у вас подойдет. То есть все числа должны быть кратно... То есть если я разделю, то я дышу. Да, 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 верно. Чтобы в некоторых случаях у вас может быть много размерностей, и вы не хотите считать, какого размера у вас будет каждая размерность. Например, я хочу получить массив из двух столбцов, при этом я не хочу считать, что у меня строк будет всего лишь 5. Для этого я могу передать минус единичку, и NumPy все сам поймет, что строк у нас будет 5. Аналогично можно указать только число строк и число столбцов в NumPy сам поймет. Как я уже сказал, изменение формы массива — это почти бесплатная операция, и она ничего не делает с данными, которые хранятся как единый кусок памяти. Поэтому если вы делаете reshape, получаете новый объект, новый объект по-прежнему указывает на те же самые данные, на которые указывал объект А. В этом примере я делаю reshape для объекта А, и в объекте А меняю один из элементов. И я вижу, что он у меня поменялся и в объекте B. Есть несколько способов, как можно многомерный массив вытянуть в одну линию, как он хранится внутри памяти. Для этого есть метод flatten, который, собственно, и вытягивает вам массив в одну строку, но он вам возвращает копию. Похожий пример. Я вытягиваю массив А, и в массиве А меняю одно из значений. Я вижу, что в массиве B у меня по-прежнему осталось старое значение, а в массиве А оно поменялось. Есть другой метод, ravel, который делает похожую операцию. Он вытягивает вам массив в одну строку, но не возвращает вам копию. По сути, это reshape минус один. Похожий пример. Мы меняем в А один из элементов. Предварительно вытянутую версию мы сохранили в B. И мы видим, что в B тоже поменялось. Операции транспонирования тоже не приводят к копированию данных. Чтобы транспонировать массив, вам нужно обратиться к атрибуту T большое, либо вызвать метод transpose. Поменял элемент в A, он поменялся и в C. Почему так происходит? Нет, потому что у нас массив C по-прежнему указывает на те же самые данные, просто у нас поменялся атрибут strides, который показывает, на сколько нам нужно отступать. Теперь для того, чтобы получить следующий элемент в строке, нам нужно прочитать, грубо говоря, весь столбец. 5 на 8, 40, мы считаем весь столбец, переходим к следующему элементу в строке. Если в столбце, то, соответственно, нужно считать просто один элемент, 8 байт. Если у вас многомерный массив, там не две размерности, а больше, то метод transpose вам позволяет указать, какие оси вы хотите между собой поменять. Это очень полезно, потому что если у вас в массиве, например, 4 размерности, то операция транспонирования, она как бы не очень очевидна, что там происходит, поэтому полезно менять оси попарно. Есть еще так называемые эффективные оси. Это оси, размерность которых равна единичке. Зачем они нужны? Например, в некоторых случаях вам нужно явно иметь представление для массива, где массива у вас — это вектор строка или вектор столбец. В этом примере я хочу, чтобы у меня мой массив B был вектор строкой. Для этого я использую np new axis в квадратных скобочках и ставлю его на первую позицию, тем самым сказав, что я хочу, чтобы добавилась еще одна фиктивная размерность в начало. То же самое можно сделать с помощью метода expand-dims и явно ему указать, какую размерность вы хотите добавить. Можно также конвертировать вектор столбец. Для этого я добавляю новую ось в конец и получаю массив столбец. Чем np new axis лучше, чем np expand-dims? Тем, что вы можете добавлять с помощью np new axis несколько эффективных размерностей. Например, я хочу добавить одну эффективную размерность в начало и одну эффективную размерность в конец. Размерность итогового массива у меня будет 1 на 10 на 1. То же самое с помощью np expand-dims я, к сожалению, сделать не могу. Есть ли у вас вопросы по размерности массивов? Понятно, как это работает? Что непонятно? Менять размерность массива? Чуть дальше будет явный пример, для чего это может быть нужно. Основная проблема в том, что, забегая вперед, что для операции над двумя ваосимовыми вам нужно, чтобы их размерности совпадали. Вот. И у вас может быть вектор, например, один массив размерности 1 на 10, а второй размерности, ну, например, просто 10. Как бы понятно в целом, что это одна и та же размерность, но библиотека не всегда может справиться с подобными случаями, поэтому ей явно надо будет сказать, что вот добавь еще одну фиктивную размерность, чтобы у меня, допустим, массив тоже стал как единичка на 10. Еще вопрос? Да. А вот там M35, это строки, да, и там виталии B, звездочка B, шейк, не, нет. Вот это. Да, да. Звездочка B, чем вы делаете? А звездочка делает вам распаковку. О распаковке мы поговорим с вами через занятие. Это такая чисто питоновская штука. Лучше использовать вот такой вариант, потому что вот так никто не пишет. Ну, именно для решейпа. Это просто как один из альтернативных вариантов. А обратно-размерность можно? Ну, обратно-размерность, когда добавили. Да, для этого вам нужно будет, ну, сделать, например, индексацию, либо сделать еще один решейп. Вы можете сделать решейп, и явно убрав размерность, либо взяв, ну, проиндексироваться по массиву. Как индексироваться, я расскажу чуть позже. Вот, и таким способом у вас тоже уйдет размерность. Но самый простой способ, очевидный, это сделать решейп. Еще вопросы? Расположение, оно в памяти не меняет расположение? Оно не меняет расположение в памяти. У вас меняется атрибут страйц, который говорит вам о том, как вам нужно обходить массив вот этот большой, который хранится в памяти. Кем образом вам нужно его обходить? Ну, смотрите, вы атрибут меняете не сами. Он меняется метод с помощью вызова метода транспонирования. Он меняет метод страйц, атрибут страйц, меняет атрибут шейп, возможно, меняет еще что-то внутри, другое. Вот, как бы, атрибут страйц я объясняю на примере транспонирования просто для того лишь, чтобы показать, что память у вас остается по-прежнему та же, которая была. Еще вопросы? Окей, если вопросов нет, то давайте... Конечно, потому что B у вас не поменялось, вам нужно добавить фиктивную ось и сохранить ваши результаты, ну, например, в переменную B. Тогда в B у вас появится фиктивная ось. Ну, вот, вот этот пример, например. У меня есть B, его размерность... Здравствуйте, я увидел. А шейп-то у меня выглядел? Ну, конечно, мы можем проверить. Вот это копируем. B. Шейп. 1.10. Эффективную ось можно убрать с помощью Ravel или Plans? Если вы сделаете Ravel, то вы просто вытянете в одну, как бы, строку. Если у вас был многомерный массив, например, у него было две размерности, если вы даваете еще одну экзис, то Ravel вам даст другой результат, не тот, который у вас был. Еще вопросы? Да, Юрий. Да? Вот, если у нас такая 36, да, у нас B имеет размерность 1, правильно? Вот это, да? Или выше? Да, да, да. Вот это. Короче, B у нас имеет размерность 1. А если бы у меня, например, было размерность 2, у нас два двоеточия? Нет. Ну, смотрите, вы двоеточием указываете, что вы берете... Промежуток, что ли? Если бы у вас вот здесь была бы размерность не одна, а там, например, несколько, то можно было бы сделать нескольким вариантом. Первый вариант — добавить его сюда, еще одно двоеточие, либо, сделав вот такую штуку. А об такой штуке мы поговорим дальше. Еще вопросы? Это достаточно простая штука, и, ну, всех подробностей, наверное, не имеет сейчас смысла обсуждать, потому что лекция достаточно большая, достаточно объемная, и мы можем не успеть еще что-то. Да, да. Вот я, когда мы добавляем активный 8, в первом случае 10, а в другом 1, 10 и 2. Вот здесь. Ну, ну, да, смотрите. У вас B изначально, как вы сказали, была размерность 10. То есть это был как бы одномерный массив. Дальше мы добавляем в начало одну фиктивную ось. Нет, там, по этому примеру, добавили только фиктивную ось. Вот сюда. Вот, мы добавили сюда фиктивную ось в начало, и у нас стало, у нас как бы получился двумерный массив, в котором одна строка и 10 столбцов. Вот, да, я понял, наверное, но я пробую просто 10, и так далее. Смотрите, вам, ну, вы точно сохранили в переменную B? Окей. Давайте поедем дальше уже. Теперь про создание массивов. Можно создавать массивы с некоторой определенной структурой, которая вам нужна стандартная. Например, можно создавать массив из нулей. Например, я хочу массив из размерности 3 на 2, который заполнен нулями. Для этого я вызываю метод np.zeros и указываю внутрь размерность. Есть еще метод zeros.like, который создает вам массив из нулей такой же размерности, как массив A. Аналогично можно создать и массив из единичек, вызов метод np.once. и здесь я получаю одномерный массив из пяти элементов. Это то же самое, что вот такой вызов. Также есть аналогичный метод, как zeros-like, once-like, который делает массив из единичек такой же размерности, как массив A. можно создавать из коробки массивы с единичной диагональю. Для этого есть метод np.ai. Есть метод, аналогичный методу range в Python, который создает вам последовательный список элементов. Но в отличие от range, он вам их все сохраняет в память. Пример, список из элементов от 1 до 10. Так же, как и range питоновский, вы можете указать шаг, с которым вы хотите идти, например, с шагом 2. В отличие от питоновского range, вы можете указать дробный шаг, и у вас все будет работать. Есть еще полезный метод linspace, который берет отрезок и разбивает его на нужное количество отрезков. Например, я беру отрезок от нуля до единички, включая конечную точку, и разбиваю его на 4 отрезка, то есть у меня получится 5 точек. Раз, два, три, четыре, пять. Тут вроде бы все просто. Есть, конечно, еще методы для создания, например, блочных матриц и так далее, но в целом вы всегда можете обратиться к документации и посмотреть, что это за методы, как ими пользоваться, потому что библиотека действительно очень большая. Есть несколько методов для создания массивов, как из списков, так и уже из имеющихся numpy массивов. Способов примерно два. Есть с помощью метода np.aray и с помощью метода np.asarray. np.asarray вам возвращает объект, который внутри себя указывает на те же самые данные, на которые указывал объект a. np.aray создает вам объект с копией данных из a. Пример. Внутри a я меняю нулевой элемент, и смотрю, что произошло с b и c. Я вижу, что в b у меня поменялось, b я делал с помощью np.asarray, а в массиве c у меня ничего не поменялось, потому что я сделал копию с помощью np.aray. А в np.asarray можно передавать тип, который вы хотите... Са, сейчас так, asarray и array, что там копия возвращает? Asarray возвращает вам объект, который указывает на те же данные, а np.aray вам возвращает копию данных. В np.asarray можно в атрибут dtype передать тот тип данных, который вы хотите использовать. Например, я хочу, чтобы тип float32 у меня привелся к типу in32. И тогда, как, наверное, можно легко догадаться, магии не случится, и здесь будет тоже копия, потому что массив из float'ов хранится внутри c и c++ не так же, как массив из int of 32. Поэтому... Поэтому np.asarray ему придется просто скопировать данные. Еще один момент. Nps.asarray можно использовать для того, чтобы создавать массивы из списков. И тут тоже, наверное, можно догадаться, догадаться, что магии не будет, и данные будут скопированы. Потому что внутри питомовского списка данные хранятся немного не так, как они хранятся внутри c и в библиотеке numpy. Есть по этому вопросу? Понятно, что nps.asarray возвращает просто новый объект, который указывает на те же данные, а np.aray возвращает вам копию. Да? А nps.asarray разве чем-то отличается? Это просто по своему объекту. Особо ничем. Ну, например, вот в этом случае можно было бы вызвать np.aray, и было бы все то же самое. Но просто это история про то, что если у вас есть некоторый массив, то нужно подумать, что для него вызывать, np.aray или np.asarray. Потому что на фото у вас, например, функцию, может подаваться, например, питоновский список, а может подаваться, например, numpy-вский массив. И в идеале, возможно, вы не хотели бы делать копию, поэтому удобнее вызвать np.asarray, который создаст вам новый массив, если передан был список, а если был передан массив, то ничего делать не будет, просто вам создаст еще копию объекта, но данные будут теми же самыми, что и были. А где-то все для копии у нас нет? Для копии есть метод еще копии. Можно сделать вот так. Копии, и вы получите копию. По-моему, есть аналогичная функция в numpy, просто np.copy.a, но это не точно. Ну, есть, да. Еще вопросы? Окей, если вопросов больше нет, поедем дальше, поговорим теперь про операции над массивами, которые вообще можно совершать. Начнем с простого, с унарных операций и операций бинарных со скалярами. Пусть у меня есть двумерный массив из 10 элементов, размерность 2 на 5. Можно возводить в степень, складывать, умножать, возводить степень по-другому, вычитать. Короче, можно делать с numpy массивами и числами все же то же самое, что вы делаете с числами. Операции происходят поэлементно. Например, здесь я прибавляю к каждому элементу двойку. То есть 0 плюс 2 — 2, единичка плюс 2 — 3, 2 плюс 2 — 4 и так далее. С умножением то же самое. 0 на 2 — 0, 1 на 2 — 2, 2 на 2 — 4 и так далее. Для всех этих операций есть соответствующие функции numpy, которые вы можете использовать. Но особого смысла вот именно в таких примерах, наверное, нет, потому что такая операция с перегрузкой операторов умножения, возведения степень, сложения и так далее, она просто короче, чем вызов метода. Некоторые методы не перегружены, например, развлечение корня, возведение E в степень какого-то массива, взятие логарифма натурального, взятие двоичного логарифма, тригонометрические функции и так далее. Есть поддержка сравнения со скалярами. Например, я хочу сравнить элемент A с нулем, поэлементное, и я получаю ожидаемый результат. 0 не больше нуля, поэтому false, все остальные элементы больше нуля, поэтому получают true. Для этого сравнения также есть функция в numpy, np.grita, которая проводит все то же самое. Тут все должно быть, наверное, очень просто. Операции с массивами, главное помнить, что они производятся поэлементу. Есть еще поддержка агрегирующих операций. Давайте создадим еще один массив размерности 7, одномерный. В нем можно, есть поддержка нескольких агрегирующих операций, это не все, только некоторые из них. Получение минимума, максимума, arg-максимума, то есть позиции, где достигается максимум, суммы всех элементов, произведения всех элементов, средние элементы. здесь мы вызывали методы, то же самое можно делать с помощью вызова функций из numpy, np.min, np.max и так далее. Есть возможность использования питоновских функций min.max.sun. Такой вариант тоже допустим, но он крайне не рекомендуется, а почему он не рекомендуется, поговорим с вами чуть-чуть попозже. Если у нас имеется двумерный массив, то в нем можно делать все те же самые агрегирующие операции. Давайте создадим массив и посчитаем в нем просто максимум, например. А максимум я получаю, что это число 15, соответственно, если минимум, то нолик. Но здесь есть возможность выполнять агрегирующие операции по осям. Вот у меня есть двумерный массив, в нем есть две оси. Одна ось соответствует строкам access 0, и есть вторая ось, которая соответствует колонкам, соответственно, access 1. Я могу применить агрегирующую операцию вдоль этой оси. Например, я хочу получить максимум вдоль оси access 0, то есть по вот этой оси, то есть для каждого столбца получить максимум. Раз столбец, два столбец, три столбец. Или, например, вы хотите получить минимальное значение построчно. Для этого вам нужно применить операцию минимум вдоль оси 1, то есть построчно. 1, здесь вызовут функцию минимума 2, 3, и так далее. Для этого в агрегирующую операцию вы указываете ось, вдоль которых вы хотите произвести операцию. Например, вдоль оси 0, я 0, я хочу посчитать максимальное значение. Соответственно, я произвожу редукцию вдоль нулевой оси, то есть по каждому столбцу. Раз, здесь максимальное значение 8, здесь 8, 6, 15, и так далее. Аналогично для суммы, но я хочу сделать редукцию вдоль оси 1, то есть применить построчно. Соответственно, здесь сумма 15, во второй 40, и так далее. Я бы вам рекомендовал в своей голове проговаривать это вслух, и желательно в терминах вдоль оси, потому что когда если вы говорите редукция по столбцу или по строке, это не совсем соответствует тому, какой оси вы применяете, потому что редукция по оси axis 0, это как бы ось axis 0 соответствует вам, соответствует нумерации строк, но редукция у вас происходит по столбцу, поэтому удобнее проговаривать вдоль какой оси происходит редукция, чтобы у вас вот этот индекс совпадал с тем, что вы подаете в функцию. Еще пример с получением позиции максимума. Если я вызову argmax у двумерного массива, я получу 10, некоторую абстрактную позицию, которая, ну, наверное, сходу мне ни о чем не говорит. На самом деле десятка это позиция максимума просто в вытянутом массиве. Если мы вытянем массив и возьмем позицию argmax, то мы получим собственно то значение, в котором достигается максимум. Значение индексов можно пересчитать вручную, но это кажется не самый лучший способ, особенно когда у вас размерностей много, плюс не дай бог до всегда можно ошибиться. Поэтому в numpy есть специальная функция, которая вам разворачивает вот этот одномерный индекс, вот этот одномерный индекс 10 по той размерности, которая у вас была внутри вашего массива. то есть здесь у меня размерность массива сколько было 3 на 5 и соответственно 10 он трансформирует в пару, которая соответствует положению индекса вот в этом двумерном массиве. Давайте уже вызовем и получаем позицию 1,3 то же самое, то есть первая строка 0,1 и третий столбец 0,1 2,3 вот оно число 15. Теперь про то, что можно использовать питоновские функции min, max и сам и почему их можно использовать и почему этого делать не стоит. Давайте создадим массив b из большого числа элементов создадим в нем позицию, в которой точно достигается максимум и давайте замерим работу двух этих функций. Чуть-чуть подождем. Видим, что в случае numpy выполнилась за одну миллисекунду, а в случае питоновской функции выполнилась во много раз медленнее. это связано с тем, что здесь у вас происходит конвертация numpy массива в список, а дальше в этом списке вы находите максимум с помощью питоновского max, который внутри себя, грубо говоря, использует цикл for. Короче, все очень медленно, поэтому давайте использовать либо метод max, либо функцию np max, которая работает за приемлемое время. Плюс функция max устроенная не поддерживает работу с многомерными массивами, потому что она приводит их к списку, получает список списков, ну и дальше ломается. Есть вопросы по этой части? Тут вроде бы все должно быть просто. она принимает некоторые объекты, дальше пробует его привести к некоторому типу. Если перегрузка типа задана, например, в случае массива numpy существует метод, который вам конвертирует массив в список. Вызывается соответственно эта конвертация, если она возможна. ну и дальше Python работает уже с питоновским объектом, со своим встроенным, то есть со списком. Возможно, есть конвертация к теплу. Была бы конвертация к теплу, соответственно конвертация бы совершилась и дальше бы работал бы с картежом и так далее. Что можно на меня спросить? Боже спросить. Какую функцию вызываем? питоновскую или если вы вызываете сумм для многомерного массива, то у вас ничего не будет работать, выскочит ошибка, потому что питон не сможет рассуммировать скорее всего списки. А возможно, а возможно есть второй вариант. У нас операция плюс перегружена для списков как конкатенация. И возможно, если мы ее вызовем, то мы получим для нампайского массива. Нет, такой точно не получим. Получим либо ошибку, либо один большой почему это произошло. Нет, смотрите, все кажется очень просто. Вот эта штука NPRay это двумерный список. Когда мы приводим его к списку, мы приводим его грубо говоря вот к списку NPRF. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше вы вызываете сумму, а в сумму внутри себя использует плюсик. Плюсик для NPRF перегружен, поэтому да, у вас получилось это само собой. Сам. Еще вопросы есть? Окей, если вопросов нет, давайте тогда пойдем дальше. Есть унарные операции над булевыми массивами, о них мы говорим отдельно, потому что для них есть специальные функции. Есть функция any, которая возвращает true, если у вас есть хотя бы один элемент true, и метод all, который вам возвращает true, только в том случае, если все элементы внутри массива у вас true. Соответственно, здесь в первом случае у меня был хотя бы один элемент true, во втором случае у меня был хотя бы один элемент false, поэтому я везде получил false. Операция any и all это агрегирующая операция, поэтому для нее применимо все то же самое, что мы с вами обсуждали выше, про агрегацию по оси. есть специальная функция logical node, которая позволяет вам инвертировать все булевые значения. Напомню, что а у меня выглядел вот так, true, true, false, вызываю np.logical node, все значения поменялись на другие. В случае булевых массивов можно использовать битовые операции, например, np.bitwise.not, короткий аляс для этой функции, перегруженный оператор, это оператор tilde, вызываем, получаем тот же самый результат. Но нужно помнить, что эта штука работает таким образом только для булевых массивов. Если вы подставите сюда, например, массив фунтов, то он каждое значение для каждого значения сделает битовое нет, и кажется, это не совсем то, что вы ожидали. Ну, если вы ожидали логику, которая соответствует np.logical node. Есть вопросы? Тут кажется, все очень просто. Получается, очень понятно, логика ноты большого из бы не на бульвар не отличаются вообще от вообще не отличаются. еще? Окей, тогда поехали дальше. Про бинарные операции. Над массивами можно совершать буллевый буллевый есть метод стайп, который конвертирует вам, вот я здесь сделал массив а, я вызываю для него стайп буллл, получаю буллевый массив. да, еще такой вариант, если у вас массив int of, который тоже прокатит, вот такой вариант, что не равно нулю, но это только для int of массивов, для float of так кажется не прокатит. Еще вопросы? Окей, если вопросов нет, тогда поехали дальше. Если у вас массивы одинаковой размерности, то над ними очевидным образом можно совершать полиментные битовые операции. В этом примере я полиментно перемножаю тройку с единичкой, нолик с единичкой, нолик с восьмеркой, нолик с единичкой, единичка с тройкой, и так далее. Аналогично можно складывать, ну и есть множество других операций, деление, вычитание, возведение в степени и так далее. Все это также работает поэлементно. Есть например функция fmax, которая берет два массива и в каждом из них выбирает максимальное значение из каждого из массивов. То есть она берет первое значение, берет второе значение, находит из максимумов и сохраняет его. Здесь получается 3, единичка, 8, единичка, тройка и так далее. Массивы можно сравнивать очевидным образом, поэлементно. сравниваем тройку с единичкой, 0 или с единичкой, восьмерка с 0 и так далее. Также здесь может быть больше либо равно, меньше либо равно и все остальные булевые сравнения, к которым вы привыкли. Булевые бинарные функции это особый тип функций, которые поддерживают еще много разных классных фишечек, о которых мы с вами не успеем поговорить, но если вы хотите о них посчитать, то вот вам ссылка, можете почитать, что они еще умеют. Есть еще метод isClose, который может быть вам полезен в случае, если вы хотите сравнить элемент, массив типа float с конкретным числом либо с каким-нибудь другим массивом поэлементу. Вы хотите проверить, что два числа более-менее равны друг другу. Это самый правильный способ сравнения массивов, у которых данные внутри типа float. Сравниваем и видим, что да, действительно, это число в целом похоже на это число, это число в целом похоже на это число, ну а эти в целом похожи, но типа различаются чуть больше. Да, конечно, можно. вот здесь есть параметры R-tolerance и L-tolerance, относительная точность и абсолютная точность. Вы задаете один из этих параметров и этим самым определяете точность. Вот этот docstring я вызвал с помощью комбинации shift-tab у себя, и оно у меня вот так появилось. Я могу нажать на стрелочку, и оно у меня развернется вот так снизу. Есть метод allClose, который в целом эквивалентен вот такой штуке, то есть мы выполняем метод isClose, попарно сравниваем, близки ли элементы, а дальше проверяем, все ли элементы близки. anyClose нет, но в целом вы можете написать сами, выполнив, вызвав метод np.isClose, а дальше вызвав для всех элементов any. Получите ожидаемый результат. Как я уже говорил, можно задавать точность, и можно сравнивать не только намповские массивы друг с другом, а можно сравнивать намповский массив со скаляром. Эффект вы получите тот же. Теперь немного поговорим о бинарных операциях над булевыми массивами. Можно совершать логические операции над булевыми массивами, соответственно, логический end поэлементный, or поэлементный, xor поэлементный. То же самое можно сделать с помощью битовых операций, просто потому что в случае типа bull эти операции эквивалентны. Ну, или вызвать битовую функцию, но, наверное, не очень имеет смысла это делать, потому что есть короткий алиас. Есть вопросы по этому блоку? Тут, кажется, все должно быть просто. Окей. Если вопросов нет, давайте поедем дальше. да, 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 не битвы вот эти, работать не будет. Можете, вы всегда все можете проверить, такие достаточно простые вопросы, выполнив таким образом, мы видим, что у нас происходит ошибка. здесь нету перегрузки булевых эндов, оров, ксаров. В принципе, в итоге нет. Я, если честно, затрудняюсь вот прямо сейчас ответить на этот вопрос. Возможно, она есть, но просто не реализована, но я в этом не очень уверен. точно есть перегрузка операций битовых и плюс-минус. Ну и делите, и умножите, возведение степени и так далее. А вот насчет булевских не уверен. А скорее всего нет, потому что обычно вот такая штука, она работает примерно следующим образом. Вам на вход, ну, вы можете на самом деле делать что-нибудь типа такого, 1, 2, 3, ор, 5, и будете получать такой результат. А эта штука работает только потому, что на самом деле происходит неявное приведение бу вот здесь. Конечно же, если я сделаю так, то результат у меня немножко поменяется, я получу true, но в целом под капотом вызывается неявная конвертация приведения к типу бул. Еще вопросы? Окей, если вопросов нет, то давайте поговорим дальше. Бинарные операции можно совершать над массивами не обязательно одной и той же размерности. Например, у меня есть массив размерности 3 на 10 и есть одномерный массив размерности 10. И на самом деле я над ними могу совершить бинарную операцию, которая работает примерно следующим образом. Я поэлемент на элементы складываю для каждой строки. Нолик с ноликом, единичка с единичкой, двойка с двойкой и так далее. Потом перехожу к следующей строке, нолик с десяткой, единичка с 11 и так далее. если я сделаю вот такую размерность, что у меня B массив размерности 1 на 3, вернее, это одномерный массив размерности 3, то в этом случае работать не будет. Хотя, возможно, мы ожидали, что раз размерность 3 здесь и здесь размерность 3, то массив B можно было бы применять поэлементно, но только в рамках столбца. То есть применить нолик с ноликом сложить, единичку сложить с десяткой и так далее. Но это так не работает. Здесь как раз нам может быть полезно приведение с использованием фиктивных размерностей. Например, я хочу, чтобы B у меня было явно размерности 3 на 1, тогда над ними я смогу совершить битовую операцию и получу некоторый массив, который работает примерно таким же образом, как я вам сейчас и объяснял. Что нолик мы складываем с ноликом, единичку с десяткой, двойку с двадцаткой и так далее. Потом переходим к следующему столбцу. Нолик с единичкой, единичку с одинностью, двойку с двадцати одним и так далее. есть еще более хитрые примеры бинарных операций. Например, у меня есть массив A размерности 1 на 5, есть массив B размерности 5 на 1. И оказывается, над этими массивами я тоже могу получить, совершить бинарную операцию, получив двумерный массив размерности 5 на 5. Здесь что происходит? У меня складывается нолик с ноликом, нолик с единичкой, нолик с двойкой, нолик с тройкой, нолик с четверкой, получается массив, я его сюда сохраняю. Затем перехожу к следующему элементу. Единичка, единичка с ноликом, единичка с единичкой, единичка с двойкой, единичка с тройкой, единичка с четверкой, получил массив, сохранил сюда и так далее. Это может быть полезно для получения, например, вот таких булевых массивов, где у меня элементы на главной диагонали и выше главной диагонали true, а ниже главной диагонали false. Теперь подробнее о том, как это работает. Главное, чтобы вы поняли, что за размерностью массивов очень важно следить, потому что если вы не проследите, вы можете получить не совсем предсказуемый результат. Теперь о правиле приведения размерности. Предположим, что у нас есть два массива, число размерностей в которых одинаково. Но размерности в первом A1, A2 и так далее N, во втором B1, B2, BN. Над ними можно совершить бинарную операцию только в трех случаях. Когда у нас размерность, число элементов в размерности совпадает, когда одна из размерностей равна единичке. Если же у нас размерности не совпадает, то к массиву меньшей размерности мы добавляем фиктивные оси в начало. И дальше, когда у нас число размерностей сравнялось, мы совершаем бинарную операцию по вот этому правилу. Теперь чуть-чуть подробнее, что это правило означает. Давайте рассмотрим первый пункт. Да, у нас размерности полностью совпадают. Тут все просто, понятно и очевидно. Мы применяем операции по элементам. Берем элемент отсюда, берем элемент отсюда, совершаем операцию, получаем результат. Потом берем отсюда элемент, отсюда элемент, совершаем бинарную операцию, получаем результат. И так далее. Чуть сложнее со случаем, когда одна из размерностей равна единичке. массив у нас а такой же массив b у нас размерность 4 на 1 по этому правилу первые две размерности первая размерность у нас совпадает вторая размерность одна из них равна единичке над ними можно совершить бинарную операцию как она происходит она по сути эквивалентно тому что вот то размерность которого раз равна единичка равна единичке вы повторяете нужное число раз пока у вас размерности не совпадут то есть данном случае нужно повторить эту операцию 5 раз вы получаете массив c еще разок дополняем до размерности массива то есть повторяем 5 раз повторяем колонку 5 раз 1 2 3 4 5 теперь у нас два массива одинаковой размерности и над ними очевидным образом можно произвести бинарную операцию просто по элементу выберете элемент отсюда элемент отсюда совершайте над ними бинарную операцию и так далее понятно этот пункт да но она не обязательно одна такая размерность то есть может быть несколько то есть например в первом массиве например две размерности единички а во втором только одна например какой-нибудь такой пример и 1 2 3 4 размерности 113 а второй массив какой-нибудь размерности и давайте сделаем так и раз давайте я подумал повыше чтобы всем было видно шейп 1 2 3 2 1 только тогда элемента должен быть повыше 5 6 шейп у первого размерность 113 у второго размерность 3 2 1 и над ними мы сможем совершить бинарную операцию 4 потому что здесь размерность единичка здесь размер с единичкой и пасли вы здесь тоже размераций единичка если размер если ресурс и единичка то мы не сравниваем больше ничего на равенство вызываем и получаем некоторые результаты вы для каждой размерности проверяете вот это условие вы проверяете либо на равенство либо на то что хотя бы одна из размерности равна единички если это условие выполнено значит операцию можно совершить и она происходит ну каким-то образом каким образом я рассказывал только что что размерность которые единички условно говоря добивается до нужной размерности то есть данном примере она добивалась до 5 5 раз мы повторили массив еще вопросик по этому пункту окей тогда последний пункт о том что если у нас размерности не совпадают у меня есть два массива первый из них размерности 4 на 5 2 и одномерные размерности 5 я могу над ними совершить бинарную операцию почему потому что я могу добавить сюда фиктивную ось и у меня размерность массива b будет равняться размерности будет размерность 1 на 5 дальше я применяю вот это правило и согласно нему у меня будет все работает здесь одна из размерности единичка здесь у меня обе размерности равна 5 я применяю операции получаю результат да мы просто конвертировали одномерный массив двумерный то есть сказали что массив c это теперь явно двумерный массив массив строка еще вопросы главное запомнить вот это правило она достаточно простое если размер число размерности не равно то в начало добавляем размерности равны единички если размерности равны единички то все ок если размерности совпадают по значению то по количеству элементов то тоже все ок иначе все плохо если у вас размерность единичка то другая размерность соответствующая размерность в другом массиве у вас отличный день от единички это означает что вам этот массив нужно будет повторить нужное число раз добить до нужной размерности да 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 то есть и вам не обязательно делать это руками потому что б у меня одномерный массив c это тоже одномерный массив давайте сделаем вот так здесь должно было быть на самом деле а спасибо что за иметь еще вопросы оно не нужно конечно просто это такое правило то есть что как это у себя представить в голове вы добавляете эффективную размерность дальше добиваете эффективную размерность до нужной размерности дальше по элементам совершать операцию по такой у вас получится результат бинарная операция у вас не сработает когда не выполнено вот это условие например например вот здесь мы делали размерность 113 здесь размерность 321 если я сделаю 312 размерность будет 113 2 размерность 312 и здесь 3 будет не равно двойки тогда я не смогу совершить бинарную операцию можно в этом убедиться ошибка о том что я не могу совершить потому что не могу привести одну размерность к другой согласно вот этим правилам правило приведения размерности называется борт кастинг если что на английском если вы захотите почитать еще вопросы когда вы засовываете в решейп отрицательное число размерность по этой оси рассчитывается автоматически то есть здесь у меня все 20 элементов 20 поделить на 5 равно 4 значит автоматически 4 подставить но если вы создадите неоднозначность то очевидно у вас работать не будет потому что неоднозначность еще вопрос окей давайте еще немного вот последний блок перед перерывом про совершенно матришных операций как бы было бы плохо если бы над массивом можно было бы совершать только поэлементной операции а вот матричных было бы нельзя как писать манимонические алгоритмы напомню что а в у меня это двумерный массив бы в тоже двумерный массив и при умножении просто звездочки я получаю полиметное перемножение если мне нужно совершить матричное перемножение то для этого нужна воспользоваться методом 충화를 которые совершают собственно матричное перемножение либо можно воспользоваться функция FE до которые делать то же самое они совершают одну и ту же операцию но в целом matнул используется в тех случаях когда вы подразумеваете что вам нужно совершить матричное умножение vod используется в тех случаях когда вы подразумеваете что вы хотите получить скалярное произведение между векторами также у питона есть в библиотеке нампи есть специальный класс для матриц который называется и matrix здесь также можно получать не обязательно с помощью метода из matrix можно вызвать метод matrix тогда у вас данные скопировать и перемножать матрицы тогда перемножение у вас будет матричная возведение в степени у вас тоже будет матричная все остальные операции которые мы с вами обсуждали вот здесь выше np-add np-mu и так далее по-прежнему вам будут давать именно поэлементный результат то есть не возведение в степень здесь в случае просто для класса matrix у вас происходит перегрузка умножения и возведения в степень согласно тому как происходят матричные операции есть модуль рутинс линалк в библиотеке сайпе который имеет огромное количество функций для работы с матрицами для работы с линейными уравнениями и для этого вы можете его использовать например посчитать обратную матрицу посчитать корень из матрицы посчитать собственные значения решить славу и так далее если вам это нужно то стоит обратиться вот в этот модуль линалк да я больше люблю работать с массивами потому что матриц есть определенный ряд недостатков например их нельзя вытягивать в одну строку до в одномерный массив он всегда будет добавлять дополнительную фиктивную размерность что у вас быть либо ну матриц вектор строка либо вектор столбец это не очень удобно поэтому я предпочитаю вызывать математики матричные операции но для массивов матмол это матричное умножение вот здесь ну давайте посчитаем 1 на 2 на ну смотрите как умножаются строки строка на столбец один на 1 единичка хорошо здорово из матрикс ну кажется она бесплатная чуть более дорогая чем решить потому что вам нужно создать другой класс с другими полями но в целом кажется она бесплатно и и наоборот тоже в целом ну в целом достаточно бесплатно вы не копируете данные бесплатность я подразумеваю только тот факт что вы не копируете данные потому что копирование данных это кажется самая дорогая операции почему нет ну если у вас есть ссылка на старый вектор то объект у вас не умрет пока до тех пор пока на него будет существовать ну грубо говоря еще вопросы у нас дальше большой блок про индексацию в одномерных массивах и в целом многомерных о том как с этим работать до кстати вам может быть полезно в другом случае когда вы хотите получить элементы или когда вы хотите в массив что-то записать что-то в нем поменять для индексации используются квадратные скобочки и дальше вы указываете индекс который вы хотите получить нулевой 5 последний индекс в питоне есть поддержка отрицательных индексов когда можно писать не вот такую длинную конструкцию ли она минус 1 а просто обратиться к последнему элемент если вы хотите обратиться к пятому элементу с конца то вы просто пишите минус 5 и у вас все работа также есть поддержка срезов срез работает абсолютно так же как для списка вы указываете первый индекс последний индекс и шаг не обязательно указывать все эти элементы для некоторых из них существуют значения по умолчанию например для первого индекса если вы его не указывать это у вас нумерация с нуля если вы не указываете последний индекс соответственно до конца массива если вы не указываете шаг то по умолчанию он у вас равен единички последний индекс до никогда не включается давайте попробуем взять первые пять элементов три способа как это можно сделать самый подробный мы говорим что берем элементы снова его по 5 с шагом 1 мы можем выкинуть например шаг и сказав что мы берем значение от 0 до 5 не включая также мы можем выкинуть из первый индекс потому что по умолчанию он и так ноль сказав что мы хотим взять просто 1 5 значений то же самое можно написать вот в таком явном громоздком виде с использованием слайс но так никто не делает просто держу в курсе что так можно и в некоторых ситуациях вам может это пригодится например если срез у вас какой-то динамический и наверное не очень удобно вот здесь нагромождать какое-то одно значение второе значение третье значение возможно вам будет удобней при некоторых условиях посчитать один слайс потом к у него второй слайс 3 и так далее и потом нужно подставить сюда еще пример допустим я хочу взять все элементы стоящие на отчетных позиции опять три варианта как это можно сделать с 1 последний шагом 2 но так как последний элемент у нас по умолчанию это лен а его можно просто выкинуть и сделать вот такую запись от нуля до конца шагом 2 0 тоже можно выкинуть потому что первый индекс по умолчанию 0 и записав просто двоеточие двоеточие 2 еще пример допустим я хочу получить элементы на нечетных позициях для этого мне нужно начать с первой позиции и идти с шагом 2 опять первый вариант очень очень подробный мы начинаем с первого элемента заканчиваем последним идем шагом 2 конец списка можно выкинуть потому что это и так значение по умолчанию записав следующим образом с первого элемента конец пропускаем значение по умолчанию шагом 2 еще пример допустим я хочу взять элементы с 3 по 12 не включительно шагом 3 первый вариант явный с 3 по 12 шагом 3 либо чуть более сложный вариант если мы знаем что массив у нас точно размерности 15 то можно 12 поменять на минус 3 взять все элементы с 3 по 12 включительно шагом 3 в обратном порядке несколько вариантов вариант 1 вы берете нужный вам срез с 3 по 13 не включительно то есть 3 по 12 включительно шагом 2 шагом 3 а дальше берете еще один срез разворачивая элемент другой вариант вы можете сделать шаг отрицательным тогда вам нужно пройти с 12 элемента потому что он включается по 2 который не включается то есть мы остановимся на третьем либо раньше и будем идти шагом минус 3 либо еще чуть более сложный вариант если мы знаем что длина массива точно 15 то можно использовать отрицательный индекс минус 3 есть вопросы тут кажется должно быть все просто и с этой конструкции возможно мы познакомились в прошлый раз что такое среды окей если понятно то давайте дальше есть еще второй вариант индексации булевая индексация или с использованием маск допустим мы хотим найти все отрицательные элементы для этого мы создаем отрицательную маску где мы создаем маску где элементы меньше нуля с помощью бинарной операции мы сравним что каждый элемент меньше нуля и оставляем значение true только для тех для которых который меньше нуля а дальше подставляем эту булевую маску массив при индексации и о чудо получаем все отрицательные элементы давайте еще несколько примеров допустим мы хотим найти все элементы кратные трем для этого можно записать несколько вариантов вариант 1 до число дает остаток 0 при делении на 3 либо чуть более сложный вариант когда у нас остаток при делении на 3 если мы возьмем отсюда бул то все значения больше нуля будут соответственно true значение равны нулю будут фолз мы возьмем логическое нет и 0 у нас конвертируется в true а положительные значения конвертируются фолз то же самое еще чуть более громоздкий вариант взять остаток при делении на 3 привести к типу бул и взять бинарные бинарное отрицание получаем три одинаковых варианты вот эти два варианты это наверное какое-то что-то такое странное что не нужно делать самый адекватный вариант вот он первый еще пример допустим мы хотим найти все элементы кратные трем или пяти для этого мы можем явно создать две маски одну для чисел кратных 3 второе для чисел кратных пяти а дальше использовать эти обе маски используем логического или либо бинарного или получили маску проем по ней проиндексировались получили результат другой пример допустим я хочу получить все элементы кратные и двум и трем подход такой же я создаю две маски однократные двум вторая кратная трем и три варианта первый вариант когда я использую логической и второй когда я использую бинарный а третий вариант когда я решил немного подумать и понял что мне нужна кратность 6 результат налицо есть какие-то вопросы понятно как это где значение true да можно получить по моему мне это будет дальше еще вопросы параметры первый параметр с какого значения второй параметр по какое значение нужно генерировать числа не включая то есть девятка не включена от 23 размер массива можно передавать кортеж сюда тогда будет двумерный массив на квадратные скобочки поставить чтобы он это интерпретировал к этому маску булевский массив у вас может быть список в целом тоже то есть питоновский список из булевских элементов он их автоматически должен привести к npr и и дальше взять индексацию еще вопросы если об этом мы в целом поговорим позже репор это просто форматирование строки такое особенное есть форматирование с помощью стыр а и с помощью репор вот в данном случае мне нужен репор чтобы была вот именно такая печать звездочка это распаковка распаковки мы с вами тоже поговорим позже распаковка позволяет вам в данном случае не итерироваться по всем значениям и не вызывать для каждого значения print можно сделать вот print звездочка указать разделитель и он напечатать все значения которые вам ну вот здесь у вас хранятся с разделителем слышим еще вопросы окей тогда поехали дальше теперь про индексацию многомерных массивов тут как бы в целом все то же самое вам просто нужно указывать индексы строк и столбцов вот такой вариант он не очень хороший потому что потому что он вам будет происходить большая большое копирование данных лучше использовать второй способ когда у вас копирование данных не будет вы указываете индексы через запятую первый индекс соответственно для строки второй индекс для столбца если у вас больше размерности то соответственно индексы в соответствии с этими размерностями напомню что массив а у меня выглядит следующим образом допустим я хочу получить строку с индексом 2 для этого можно сделать просто обратившись к второму элементу в а это будет работать потому что мы второй элемент просто не указываем как вот в этом примере здесь мы берем нулевую строку а дальше берем из этой нулевой строки нулевой элемент здесь тоже самое мы просто берем вторую строку второй вариант чуть более развернутый наверное чуть более понятный для программиста который будет работать с вашим кодом что у вас есть вообще-то вторая размерность и вы из этой размерности берете все что есть указываете двоеточие который берет средств по всему что есть другой пример допустим мы хотим хотим получить столбец с индексом 3 здесь мы уже одним индексом одним взятием как вы здесь обойтись не сможем для этого нам нужно будет уже для строк указать срез потому что нам нужны все элементы а для столбца указать просто номер столбца который нам нужен то есть по строкам мы берем все по столбцу мы берем только третий элемент получили третий столбец что не очень понял вопрос а потому что при взятии срезов у вас ну теряется размерность это просто такое правило если вы хотите чтобы размерность у вас сохранилась нужно сделать что-нибудь такое и тогда у вас размерность сохранится но это немного забегая вперед о другом способе индексации если без квадратных скобочек то эта штука работает аля как срезы и уменьшать размерность до тех пор пока он может уменьшать убираюсь эффективная размерность ответ такой что это просто так работает к следующему примеру допустим я хочу получить все элементы стоящие в четных столбцах опять же мне интересуются столбцы поэтому и строк я беру все элементы а по столбцам я беру срез только почетным индексом с нулевого до конца с шагом 2 результат налицо дальше еще пример допустим я хочу получить все элементы стоящие в первой строке в нечетных столбцах я указываю первый индекс для строки в данном случае он 0 и дальше указываю индексы для столбцов нечетные столбцы мне нужно взять срез с первого до конца шагом 2 еще пример допустим я хочу получить все элементы такие что и у меня будут нечетные индексажи дающий остаток 2 определение на 3 при этом мне хотелось бы чтобы индексация по строкам было обратно здесь кажется ничего простого придумать нельзя кроме того что давайте возьмем сначала нужные элементы и у нас будут нечетные строки нечетные то есть первого по последний шагом 2 же дающий остаток 2 определение на 3 то есть начиная со второго с шагом 3 а дальше мне нужно развернуть строки и я просто разворачиваю строки беря средств шагом минус 1 вы здесь потому что нулевой элемент при остатке его индекс 0 при делении на 3 возвернет мне остаток 0 1 элемент соответственно еще вопросы давайте тогда к следующему примеру допустим я хочу получить строки в которых есть хотя бы 10 здесь давайте применять все что мы теперь знаем результат будет такой почему это так происходит давайте разберем прям медленно вот у нас есть элемент массив а мы хотим получить строки в которых есть хотя бы 10 но для начала нам нужно понять какие или из элементов вообще нулевые получаем маску битвы которая говорит какие элементы у нас нулевые дальше нам нужно получить строки в которых есть хотя бы 10 значит нам нужно выполнить редукцию по оси 1 где есть хотя бы один это значит нам нужно и не по оси 1 получаем маску так как строки мы просто индексируемся по полученные маски получаем результат можно добавить двоеточие для столбцов чтобы подчеркнуть что мы работаем с двумерными массивные результат останется тот же другой пример допустим я хочу получить столбцы в которых число положительных элементов больше числа отрицательных давайте разберем опять это подробненько но в целом наверное уже понятно мне нужно посчитать получить какие элементы меня положить какие отрицательные для положительного элемента я создаю маску а больше нуля мне нужно получить столбцы в которых число элементов больше числа отрицательных значит мне нужно посчитать сколько столбцах у меня положительных элементов мне нужен метод сам я вызываю метод сам а дальше мне нужно понять по какой оси я хочу так как мне нужно получить столбцы то есть мне нужно выполнить редукцию по оси 0 то есть вот по вот этой оси я говорю что мне нужна эта ось получилось сколько у меня но не нулевых элементов массиве а давайте его здесь напечатаем вернее элементов больших нуля но и действительно 4 раз два три здесь 1 1 2 1 2 ну и последнем тоже 3 теперь мне нужно посчитать число элементов отрицательных столбцы для этого я буду использовать вот эту штуку логика абсолютно такая же считаем какие элементы у нас отрицательные дальше считаем сколько их дальше мы сравниваем друг с другом и получаем что в этих столбцах у нас число положительных элементов большему число отрицательных можно проверить контроль c так ну а дальше мне нужно просто взять нужные столбцы столбцы я могу взять только через две точки то есть сказав что я беру все строки а столбцы только который удовлетворяет битвы маски беру нужны столбцы здорово получил результат можно спросить вот эта битва маска она разве не вернула вообще таблицу битва маска вернула вам true false только в самом начале по здесь а дальше я на нее уже начал что-то накручивать например на подсчет количество положительных элементов true у меня автоматически конвертируется в единичку false автоматически в нолик я получил количество элементов положительных здесь я получил количество элементов отрицательных сравнил их количество получил новую битвую маску для столбцов а дальше я применил эту битвую маску только к столбцам сказав я беру вот все строки а по столбцам вот следуя битвы маски той который я задал всем понятно что произошло окей тогда поехали дальше про то что задавали вопрос как получать индекс и положительных элементов которые удовлетворяют вообще маски первый способ я получаю просто положительные элементы дальше как получить индекс из этой маски напомню что маска у меня выглядит следующим образом для этого есть специальная функция where которая вам возвращает индексы того где у вас значение в маске равняются true первый массив это строки второй массив это столбцы то есть не нулевые элементы у нас 0 0 0 1 0 4 1 0 2 0 2 1 и так далее по результату нп вар можно получать элементы даже и получаем такой же результат как и здесь мы получили нп вар то есть координаты где у нас значение обращается в true а дальше эти координаты подставили в а и получили то что хотели элементы где битвая маска у нас больше нуля еще разок о том что первый массив это массив с индексами строк второй массив это с индексами столбцов и элементы которые больше нуля здесь это 0 0 0 1 0 4 1 0 и так далее есть вопросы по булевой индексации по маскам окей если вопросов нет то давайте пойдем дальше к следующему типу индексации fancy indexing или на русский иногда переводят как прихотливая индексация когда вы явно говорите какие столбцы какие строки или какие элементы вы хотите взять указывая координаты столбцов и строк а у меня выглядит так и допустим я хочу получить строки вторую 4 3 именно в таком порядке для этого я передаю внутрь сюда в индексацию список что я хочу получить вторую 4 3 строк как мы уже обсуждали ранее если мы сделаем вот так то мы получим вторую строку при этом все размерности эффективно у нас сохраняться допустим мы хотим чуть более сложную задачу решить хотим получить элементы строках 2 4 3 и также элементы в нулевом и в последнем столбце если мы сделаем так то у нас ничего работать не будет нам питон напишет о том что он не может привести размерность что размерности у нас не совпадает почему это произошло но давайте добавим еще одну размерность сюда например двойкой и получим совершенно другой результат получим результат такой же как у нас был в дексации по нп в что мы получаем элемент 204 минус 132 как же решить нам все таки изначальную проблему ну вариант у нас целом 2 первый способ простой когда мы отдельно берем строки а потом отдельно берем столбцы мы говорим что вот я хочу взять вторую четвертую третью строку а дальше из полученного результата взять 0 и минус 1 столбец другой вариант как это можно сделать используя функцию а x с нижним подчеркиванием передав нее номера строк и номера столбцов и я получу нужный результат можно посмотреть как эта штука внутри работает и мы видим что эта штука создает какие-то двумерные массивы которые внутри уже дальше как-то будут использоваться но то есть результат у нас не очень похож на результат нп в чуть более эффективный способ индексации в чем разница в этих примерах как почему лучше использовать например такой способ они такой разница примерно в следующем что когда вы используете вот такой способ индексации вас получается копия вот на вот этом моменте когда я беру строки я получаю некоторый объект а когда к нему обращаюсь я уже получаю копию не того ну копию данных из исходного объекта в этом примере я хотел бы поменять значение в строках 01 и в столбцах 032 сделать присвоить им значение 100 присваиваем и видим что ничего не произошло а не произошло потому что в какой-то момент у нас появилась копия и мы присваивали значение в копию вариант с помощью функции а x нижним подчеркиваем позволяет нам создать view то есть вид на те данные которые хранятся внутри если мы сделаем так то мы собственно поменяем те данные которые хотели бы поменять в строках 01 и в столбцах 032 чуть более подробно о разнице между view и копии можно почитать например в этой статье до статья достаточно короткая достаточно хорошая объяснить вам когда вы получаете view когда вы получаете копии и соответственно вы поймете что вам нужно использовать в зависимости от каких-то случаев все ли тут понятно да 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 то есть не только два двумерного еще окей тогда поехали дальше последний пунктик про индексацию про сокращенную индексацию как раз то что мы уже забегали вперед допустим у вас есть многомерный массив и в нем очень-очень много размерностей и вы хотите пропустить какие-то размерности например вы хотите получить нулевой элемент по последней размерности а последние ну и размерность вас не очень интересует вы хотите взять их все что для этого можно сделать вы говорили ставите многоточие тем самым говоря что все предыдущие размерности вы берете такими какие они есть а дальше последние указываете что вот я хочу взять нулевой элемент из из последней размерности получаем результат эффективные размерности пропали аналогично можно сделать первой размерностью то есть я говорю что по первой размерности я обращаюсь к нулевому элементу а остальные размерности мне из них нужны все элементы чуть более хитрый пример допустим я хочу взять нулевой элемент с предпоследней размерности при этом все остальные размерности я хочу взять для этого мне нужно сказать что вот все предыдущие размерности я как бы пропускаю а дальше вот по по последней размерности я беру все а по предпоследней размерность я беру только только те элементы которые удовлетворяют моему значению то есть нулевой вы берете эти размерности вы берете по этим размерностям все значения которых есть то есть это было бы эквивалентно в случае трех размерностей это было бы эквивалентно вот этому здесь соответственно точи точи то же самое есть вопросы окей если вопросов нет то давайте подходить к заключительной части лекции о том что еще есть полезный в нампи и библиотеки сайпай везде до этого я часто пользовался генерации случайных чисел и в нампи она тоже есть сделано эффективным достаточно эффективным образом быстрее чем в чистом питоне есть метод рант который возвращает вам случайные числа от нуля до единички и мы говорим что в этом массиве у нас должно быть 10 элемент есть метод в рандинт который я до этого достаточно часто использовал мы даже с вами его немножко обсудили генерируем числа от нуля до 10 не включая и итоговый массив у нас должен быть размерности 10 есть метод функция которая отвечает за перестановки например я хочу получить перестановку из 10 элементов для этого вызываю функцию пи рандом пермотейшн получаю перестановку из 10 элементов есть функция choice которая совершает выбор из подмножества с возвращением насколько я помню то есть элементы у вас вот здесь могут повторяться берется коллекция из 10 элементов и на каждом шаге один из этих 10 элементов у вас забирается у каждой этой функции есть еще какие-то другие аргументы которые вы можете посмотреть подробнее изучив документации есть и другие функции которые я не осветил их тоже можно посмотреть в документации там достаточно все подробненько расписано вы как бы если вам что-то нужно вы типа гуглите типа я хочу сделать это идете в документацию там находится решение примерно так это работает в нампе можно сортировать массива давайте создадим какой-нибудь массив и ассортируем есть два варианта как можно сортировать первый вариант это mp sort который вам возвращает копию если вам не нужна копия то нужно вызвать метод сорт тогда у вас произойдет сортировка прям на месте сортировка это тоже в некотором смысле агрегирующая операция и она поддерживает аргумент access который вам говорит вдоль какой оси вам нужно производить сортировку например я хочу произвести сортировку по нулевой оси то есть я хочу сортировать все столбцы отсортировал все столбцы 4 5 6 0 1 3 сортировка произошла in place то есть меня не создал не произошло копирование данных аналогично я хочу сортировать все стройки in place это означает что у вас из нее создается копия данных то есть действие которое вы совершаете она происходит на тем массивом в той области памяти вот которая у вас была вытянута да вы изменился массив который вот находится внутри а сортировать хотим отсортировать по оси 1 то есть отсортировать по строкам отсортировали по строк есть также метод arcsort который позволяет вам отсортировать индексы например хочу отсортировать индексы по нулевой оси то есть по столбцам или хочу отсортировать индексы по первой оси то есть по строкам в нампе можно получать уникальные элементы для этого есть функция npa unique которая собственно возвращает уникальные элементы в массиве функции npa unique есть и другие аргументы какие аргументы я рекомендую вам посчитать самостоятельно возможно она пригодится вам домашке или в контрольной работе который мы будем делать сегодня есть поддержка объединения массивов например не обращайте на функцию пред сколамс там какая-то логика которая просто делает pretty print для 200 двух векторов для двух массивов нампевский создадим два массива и допустим я хочу я хочу эти два массива горизонтально вертикально сконцентрировать для этого я пользуюсь функция в стек в которой я передаю кортеж или список например из тех из тех массивов которые я собираюсь объединять например здесь я передал массива и b и их вертикально объединил также есть функция npa concatenate которая делает то же самое но вы можете указать ось по которой вы собираетесь объединять массива если я поставлю ось 0 то это значит что объединение будет происходить по столбцам столбцы будут общие строки соединятся вместе есть метод хосток который производит горизонтальную конкатенацию вот объединил массив а массив b вместе получил 8 4 1 2 и так далее можно делать все то же самое методом функции concatenate просто указав другой ось сказав что вы объединяете по оси 1 то есть по вас будут общие строки во всех этих методах вам нужно самостоятельно без ну сделать осуществить гарантию того что операция у вас будет выполнена если размерность у вас где-то не совпадают то соответственно будет ошибка и полезная штука которой я хотел еще рассказать это подсчет расстояние между точками допустим у меня есть некоторый массив x в котором у меня есть пять точек с координатами ну x и y допустим для того чтобы посчитать расстояние попарное между каждой точками я использую функцию p dist из модуля цепи spatial distance и я получаю что-то странное не очень понятно что произошло чтобы понять что произошло есть метод square форм который конвертирует вот эту штуку в нормальную квадратичную форму вызываем его и тут кажется уже становится все понятно что первая точка сама от себя отстоит на расстоянии 0 а первая точка от 2 нас стоит на расстоянии 319 и так далее соответственно нулевая от 2 на такое расстояние нулевая 3 и так далее там допустим 2 от 1 вот на вот этом расстоянии p dist вам сохраняя возвращает массив который хранит эту матрицу расстояний наиболее эффективным способом можно считать нормы векторов здесь у нас всего пять точек раз два три четыре пять точек просто у каждой точки размер из два можно еще вопросы можно посчитать норму каждой из этих точек для этого можно воспользоваться функцией пили наук норм в которой вы передаете массив указываете какую норму вы берете здесь я беру эвклидовую норму корень из суммы квадратов и говорю по какой оси мне ее нужно применить так как у меня точки это строки мне нужно выполнять редукцию по оси 1 то есть по строкам и здесь я получаю норму для каждой точки для каждой строки можно посчитать соответственно нормированное расстояние расстояние между нормированными точками которые будут выглядеть примерно следующим образом здесь мы используем вот такую штуку создание фиктивной размерности потому что если вы сделаете x поделить на норм то у вас будет будут проблемы потому что разные размерности и по тем правилам брат кастинга которым обсуждали до этого вы не можете привести эти размерности друг другу пользуемся фиктивными осями получаем компактный результат матрицы расстояний используем square form для того чтобы представить это более понятном удобном варианте можно указать другую метрику которую вы хотите использовать например не в клин во расстоянии считать а косинусную метрику просто указав в аргументе метрик ту метрику которую хотите использовать подробнее можно посмотреть в документации и вообще советую заглянуть модуль сыпи special distance там много еще чего полезного есть возможно вам что-то пригодится в работе или ну вообще по жизни полезного найдете там много это все по части лекционной части если у вас есть какие-то вопросы задавайте не забывайте читать документацию пользоваться по рискам пользоваться стаку workflow большинство ваших проблем можно решить именно там необязательно всегда придумать что-то вел ну какой-то велосипед если на нампе у вас получается какой-то космолет значит скорее всего вы делаете что-то не так и это можно сделать эффективней как сделать эффективней можно погуглить найти какой-нибудь более простой вариант есть еще вопросы и если вопросов нет тогда это все